День добрый, дорогие друзья! 9 декабря 2021 года у нас на календаре. Мы начинаем очередной вебинар портала Prean.ru, посвященный зарубежной недвижимости, как нетрудно догадаться. Будем сегодня говорить о замечательной стране Черногория. Вообще, последний год мы не раз, в том числе и на вебинарах о Черногории, говорили. Но, в общем, до определенного момента тема получения гражданства затмевала все остальные. По понятной причине была программа, она, собственно, последние дни действует и сейчас, но именно что последние дни. И, в общем, за вот этой программой гражданства как-то несколько в стране остался целый пласт вопросов, связанных, во-первых, с получением вида на жительство в Черногории, с покупкой недвижимости в совершенно разных ценовых диапазонах. И вот сегодня мы к этой теме возвращаемся, возвращаемся под очень интересным углом. Мы будем говорить о черногорских новостройках и о том, насколько они доступны. Цены есть самые-самые разные. И я с удовольствием представляю свою собеседницу, это эксперт-компании Традигория Алина Артемьева. Алина, здравствуйте, видите, слышите меня? Да, добрый день. Вижу, слышу, все замечательно. Рада приветствовать вас и всех, кто пришел сегодня с нами поговорить о новостройках. Значит, напоминаю, что у нас параллельно ведется трансляция в Фейсбуке. Я с удовольствием приветствую всех наших зрителей, которые есть и там. Как построим мы сегодняшнюю работу? Сначала поговорим в двух словах вообще, что происходит на черногорском рынке, какие тенденции. Тем более, что пандемия, понятно, она еще не закончилась, но все-таки полтора даже, уже чуть больше года прошли. И можно подводить какие-то итоги, что вообще, собственно, на рынке происходит. Затем поговорим именно о секторе строительства. И в конце будет, ближе к середине, наверное, вебинара, Алина приведет конкретные примеры объектов, которые сейчас можно в Черногории купить. Ну и в самом-самом конце будет приятный сюрприз, потому что мы, в общем, изначально говорили о квартирах, да, и о многоквартирных домах. И тут вчера Алина говорит, а есть еще одна история, но это уже не многоквартирные дома. Можно я о ней и скажу, я сказал, конечно, можно, но это будет уже в самом-самом конце. Пожалуйста, задавайте вопросы, какие у вас есть. Чат работает. Я для начала попросил бы опубликовать контакты компании Традигория в чате. Алин, а вы в двух словах расскажите. Нам зрители продолжают присоединяться. Что вы за компания, где вы работаете, с чем вы работаете? Если несколько слов, я заодно пишу презентацию. Да, если можно, мы можем показать слайд. Да, следующий. Меня зовут Алина, я представляю компанию Традигория. Мы работаем в Черногории уже 8 лет. Наш офис находится в городе Бар, но мы работаем по всему побережью и затрагиваем северные регионы. У нас одна из самых широких баз объектов в стране. То есть у нас в базе более 4 тысяч объектов. Компания у нас осуществляет комплексные услуги под подбор недвижимости по индивидуальным запросам. Сопровождаем сделки, занимаемся дальнейшей перепродажей или арендой недвижимости. Берем объекты в доверительное управление. И помимо этого также помогаем с адаптацией в стране, с оформлением фирм и получением вида на жительство. Вот такой, скажем так, комплексный подход у нас к работе. Замечательно. Все-таки вас надо трейд-горе называть, да? Трейд-горе. Трейд-горе. Хорошо. Компания трейд-горе. Алина, ну давайте переходить уже к рынку недвижимости Черногории. Я традиционно перед началом вебинарах просто подбираю статистику, а что, собственно, о стране писали в последнее время. Но по Черногории, вы знаете, всегда есть такая трудность. Официальная статистика, она в основном касается именно новостроек. И объективно черногорскую статистику я ужасно не люблю, потому что она какая-то дико путанная. То есть там называются какие-то безумные цены. Кто говорили, что цены там снизились на 40%, потому что они выросли на 60%. И ты понимаешь, что за всем этим, ну, очень трудно разглядеть такой реальный результат. Поэтому давайте поговорим более о реальном. Итак, что сейчас происходит на рынке? Как бы вы описали ситуацию? Ну, в общем, не обязательно, если говорить о новостройках. Смотрите, сейчас на рынке происходит прям бум продаж, бум недвижимости. Очень многие приезжают, покупают, смотрят, и хорошие объекты расходятся прямо, как горячие пирожки. Помимо этого, у нас идет рост цен. Для этого есть несколько факторов. Во-первых, очень сильно подорожали строительные материалы, и, исходя из этого, новая недвижимость, конечно, в цене подросла. Во-вторых, это, опять же, страна небольшая, а набор объектов у нас ограничен. И, исходя из того, что лучшие объекты очень быстро уходят, на оставшиеся цены продолжают расти. Вот, если вкратце, очень короткая емкость, то... Скажите, если мы говорим вот о истории, связанной с пандемией, все равно перемещение сейчас ограничено. Например, из России в Черногорию-то приехать можно, запретов нет, но вместе с запретами нет авиарейсов практически. То есть ты летишь через Турцию, это определенное неудобство. Как вообще меняется вот эта история, и насколько вы видите именно сейчас отложенный спрос? Или, по большому счету, и три месяца назад, там, летом, и полгода назад ситуация была примерно такая же, как вы ее сейчас описали? Отложенного спроса у нас стало гораздо меньше. То есть если раньше летом люди приезжали, отдыхали, присматривались, и потом уже в дальнейшем планировали на межсезонье покупку, то это лето было в корне совершенно другим. Люди приезжали, смотрели и сразу покупали. То есть это был не туристический сезон, это был сезон именно продаж, покупок. Вот, и, соответственно, сейчас тенденция продолжается. И если мы вернемся к презентации, у нас там был слайд, где мы показывали... Этот? На два слайда вперед. Где мы показывали... Да, назад один. Давайте назад один. Окей. Да, где мы показываем, какие категории граждан к нам приезжают. Очень активизировалась Европа, едут европейцы, едут и русскоязычные экспаты, то есть люди, которые давным-давно переехали, например, в Германию или в Великобританию. И, прожив вот там долгое время в этой стране, сейчас, в том числе и из-за коронавирусных мер, ищут место, где будет поспокойнее. Помимо того, что, безусловно, есть поток клиентов из России, Украины и Белоруссии, несмотря на то, что есть, допустим, у россиян сложности с тем, чтобы долететь в виде отсутствия прямых рейсов, но, тем не менее, пользуются популярностью направления через Турцию, через Сербию летят или через Вену. Это вот такой лайфхак, если вдруг кто из россиян хочет полететь. Австрийские авиалинии летают с пересадкой в Вене, не нужна виза, ну, то есть транзит 40 минут, все это очень комфортно. У меня коллеги, да, вот летели, они летели через Стамбул, причем каким-то сложным путем, сначала Стамбул, потом из Стамбула в Сербию, но это было уже завязано на логистику. Ну, нервно, но не потому что сложно, а потому что, ну, господи, хочется же напрямую, но, видите, действительно, здесь ограничения определенные есть. Вот, и да, также есть определенный интерес у американцев, несмотря на то, что они находятся совсем далеко на другом континенте, тоже просыпается интерес к нашей красивой стране. Ну, да, мы, тут тоже маленькое лидерическое отступление, если я позволю, я вспоминаю, ну, собственно, те времена, не знаю, застали их или нет, когда в некоторых странах основные покупатели были россияне, в Болгарии так было, да, там, ну, из иностранцев, я имею в виду, в Финляндии, но в последнее время такого нет, и россияне мало где превалируют, но вот последние данные по Черногории показали, там очень ровно представители многих стран идут, то есть там 10%, 12% доля тех или иных, и вот россияне были первые с долей 13, мне прям так душу согрело, прям было здорово. Вот Ольга показала большой палец, значит, все верно, идем в правильном направлении. Давайте все-таки пару слов еще немножко о ценах. Вы сказали, почему они растут, вот давайте не официальные цифры, а вот ваши ощущения, то есть вот, скажем, объект год назад и примерно такой же сейчас, насколько он мог подрасти в цене и от чего этот рост зависит? Если мы говорим касаемо новостроек, да, нашей обозначенной темы. Давайте с новостроек, да. То есть есть пример, в Будванской ривьере был комплекс, который на стадии котлована стоил по 1300 евро по квадрату, сейчас, когда комплекс завершен, то цена может доходить там до 1900-2000 евро, в зависимости от того, продается это просто пустая квартира или уже мобилированная. То есть это пример квартиры-студии в Будве. То есть 30-40, около 30%, может быть, даже чуть больше, это за год, за полтора, еще раз уточнить? Ну, примерно за полтора года. За полтора года. В Черногории строительство занимает примерно полтора-два года, ну, то есть в среднем. Простите, но вот смотрите, все-таки здесь рост цен в какой-то степени может быть связан с тем, что, ну, одно дело котлован, другое дело построенный уже объект. Понятное дело, что здесь рост цен и этим тоже продиктован. А если мы говорим, ну, условно, один и тот же тип объекта, либо построенный, либо стадия котлована, чтобы сравнить сравнимое, как бы вы описали? Уточните, пожалуйста. Вот смотрите, вы просто сказали, что объект на котловане стоил столько-то, потом он вырос, когда он уже оказался достроенным. А если мы сравним примерно одинаковый объект, который был на стадии котлована, там, два года назад, и аналогичный ему, который сейчас на стадии котлована есть, насколько вот здесь цена изменилась? Ну, примерно рост в цене 30% где-то составил. Он все равно есть, да? Даже на объект, на разные объекты, но в одинаковой стадии строительства находится. О, вот уже пошли вопросы от зрителей из Фейсбука, но это я отдельно, чуть позже обязательно зададим вопрос. Чуть позже. Чуть позже спрошу. Хорошо. Кто сейчас покупает, вы сказали. Если мы говорим о скидках и об условиях продажи, на первичке, на вторичке, какие сейчас здесь есть, насколько вообще активны и доброжелательны, в хорошем смысле слова, продавцы? Всегда уместен адекватный торг, особенно на вторичную недвижимость. По новостройкам всегда есть, можно договориться о рассрочке, то есть если мы говорим о недвижимости, которая находится до сих пор в стадии строительства, то, как правило, там предусмотрен индивидуальный график платежей, как правило, это 50% заключения договора и дальнейший расчет, там 20-30% до окончания строительства, причем последний транш, то есть это либо 20, либо 30%, то есть это уже когда ключ в руки получают. В этом плане очень удобно покупать новостройки, которые находятся в стадии строительства, дабы иметь временной, скажем так, задел по оплате. Если мы говорим про вторичную недвижимость, то можно вести разговор о скидке, но торг в Черногории ведется не дистанционно, а непосредственно, когда уже покупатель приезжает на объект, смотрит, он ему нравится, и после этого уже идут торги. Потрясывает кошельком и говорит, вот, пожалуйста, да? Да, но нужно понимать, да, то есть об адекватности размере скидки, не нужно ожидать, что вам, допустим, на квартиру в 50 тысяч дадут даже 5 тысяч скидки, но то есть это нереально. То есть это больше историческая история. Да, да, то есть принято поторговаться, поторгуемся, но то, что мы там будем ронять, не знаю, как многие ждут, такого нет, здесь нет. Окей, хорошо. Давайте тогда перейдем именно к новостройкам. Где сейчас активно идет строительство, что именно строят, как-то изменила пандемия вот эти тенденции, какие компании строят, то есть это какие-то крупные застройщики, большие проекты, или сейчас, в общем, наиболее активные как раз компании там с небольшими проектами? Пожалуйста. Да, у нас там подготовлен слайд. В основном строительство, если мы говорим про прибрежные зоны, сосредоточено вот в этих регионах, в этих общинах. То есть Будва и Беччи – это самый популярный туристический регион, соответственно, большинство комплексов и новостроек возводятся там, чтобы можно было в дальнейшем сдавать. В связи с этим, в связи с бумом на строительство в этих областях, правительство у нас ввело мораторий в двух кадастовских общинах, то есть пока не выдаются разрешения новые на строительство в Будве и в одной из кадастовских общин Беччи. Но те стройки, которые получили разрешение, которые ведут, они могут спокойно закончить, то есть в этом не нужно переживать. Такая же история была в Которе, то есть город, который находился под охраной ЮНЕСКО, также там был мораторий на строительство, и не могли строить новый объект, только достраивать то, что было. Из примечательных регионов, конечно, это Тиват. Тиват – это зона, которая больше про лакшери, больше про яхты, марины, ну и, в принципе, для достаточно претенциозных покупателей. И также, если мы говорим про новостройки по приемлемым ценам, по более бюджетным вариантам, то это Герцег Новий и Бар. Причем в этом сравнении я бы сказала, что Бар даже больше выигрывает, потому что в Баре есть очень много свободного пространства, где еще можно возвести много-много многоквартирных домов, комплексов, и при этом это равнинная область, это не горы, и все, в принципе, находится в пешей доступности очень комфортно. Итак, пока мы ждем Филиппа, я могу… что еще могу сказать по тому, что у нас строят? Большинство, конечно, это строительство многоквартирных домов. По урбанистическим условиям в Черногории можно строить дома разной этажности, то есть это может быть и малоэтажное строительство, и это может быть строительство по, скажем так, формуле при земле плюс 5, при земле плюс 7, при земле плюс 9 или плюс 10. При земле в Черногории – это первый этаж, на котором, как правило, расположены какие-то коммерческие помещения, кафе, рестораны, магазины. И нумерация в Черногории идет с первого этажа, который по российским меркам считается вторым. То есть когда вы покупаете недвижимость в Черногории, и вам говорят, допустим, расположен на первом этаже, чтобы вас это не пугало, в принципе, по российским меркам это второй этаж, и, как правило, может быть достаточно высокий. У нас в одном комплексе есть предложение, где вот это вот приземлия, в принципе, 50 метров, что достаточно комфортно получается. Первый этаж, он очень сильно вынесен, и поэтому очень удобно. По поводу, если мы говорим, кто строит, то у нас в основном застройщики местные. Есть ряд компаний, которые очень долго находятся на рынке, которые зарекомендовали качество построек, количество построек, то есть действительно такие проверенные застройщики, которым можно доверять. На рынок приходят новые застройщики из других стран. Очень много сейчас объектов строят турецкие застройщики и, соответственно, привносят с этим свои нюансы, свои детали в качестве строительства. Алин, прошу прощения, у нас российский интернет дал маленький сбой. Извините, ради бога. Ничего страшного, мы пока общаемся. Я рассказываю про то, кто у нас строит, как отличается качество строительства немного, какая этажность у нас может быть. И, в принципе... Продолжайте, продолжайте. Я выключусь. Не хотел вас прервать, просто сказать, что я уже здесь. Прошу прощения, господа. Интернет – штука такая. Мы рады, что вы снова с нами. Спасибо. Господи, вопросов-то сколько здесь навалило. Ага, давайте, да, продолжаем. Я просто еще хотел спросить уже к тем вопросам, которые... Вот вопрос был, как часто банкротятся застройщики. Вообще, что происходило? В нескольких странах действительно есть, не скажу, что это массовые, но такие проблемы. У нас в этом плане все очень безопасно. То есть застройщики, как правило, строят на свои средства или заемные средства в банке. Но, во-первых, когда покупатель заключает договор купли-продажи, перед этим идет аннекс-договор, в котором прописываются все нюансы. То есть сторона покупателя очень хорошо защищена в том плане. Там все прописываются, все сроки, когда должно быть строительство, какая дельта, если вдруг строительство задержалось, то есть там не более полугода. В этом плане. И опять же говорила, что застройщики в Черногории – это либо черногорские застройщики, которые проверены годами и десятками зданий. Мы работаем только с теми застройщиками, которыми мы доверяем. И также я не успела договорить. Возможно, просто не все знают, в каком формате сдается недвижимость в Черногории. В разных странах это по-разному. В Черногории новостройки сдаются в чистовой отделке с кондиционерами. В некоторых есть теплые полы. Сейчас практически стали уже делать теплые полы в санузлах. Ну, светлые стены покрашенные, ламинат. То есть, в принципе, если мы говорим про то, что мы берем квартиру под сдачу, то, в принципе, можно ее оставлять вот так, только добавлять какие-то штрихи, нюансы мобилировкой. Чтобы там штукатурить, там красить, можно без этого обойтись спокойно. Возможно, не услышал вас за время короткого отключения, но ежели не отвечали все-таки еще на этот вопрос по размерам комплексов. Что сейчас строят? Какая этажность, самое ходовое, если мы говорим именно о новостройках? Про этажность мы действительно уже заберем. По поводу того, какие типы есть. В большинстве случаев это многоквартирные дома. Они, как правило, могут быть с домофоном, закрытой входной группой, с консьержем, паркингом, но без рекреационной зоны, к которой привыкли люди, допустим, в Турции или в Болгарии. В Черногории есть ряд комплексов, у которых есть бассейны. И сейчас становится, скажем так, популярным застройщики из других стран. Они вносят вот этот тренд, что можно оборудовать бассейн. До этого в Черногории это было, скажем так, непринято. Именно с точки зрения финансов, что эту территорию застройщик использовал как-то по-другому, под паркинг или под еще один дом. То есть сейчас все-таки уже думают об, скажем так, повышении класса жилья. И исходя из этого, даже в обычных домах все-таки думают о том, чтобы оборудовать зону. Но и также есть, безусловно, комплексы другого уровня совершенно, где есть и спортивные залы, и бассейны, и хамамы. Но нужно понимать, что цены на такие новостройки выше. Но они, тем не менее, у нас есть. Сразу задам вопрос, насколько вам удобно будет сейчас на него ответить. О стоимости электричества в Черногории. Сколько киловатт обычно выделяется на квартиру, и насколько сложно и затратно увеличить мощность? Насколько это вообще можно? Стоимость электричества в среднем 12 евроцентов, если мне не изменяет память. По поводу мощностей. Возможно, я не пользуюсь такими размерами, но, насколько мне известно, 360 ватт может подходить. И вопрос увеличения. Ну, то есть это зависит от объекта, и эти вопросы решаются уже непосредственно в электродистрибуции. Вот. Также в Черногории предусмотрено 4 тарифа на электричество. Какой-то тариф включает разделение на дневное и ночное, какой-то тариф больше за дневное потребление. Есть тариф зеленый, ну, то есть тех, кто энергосберегающий. Ну, в общем, есть различный опцион, но вот в среднем цену за электричество я вам обозначила. Я думаю, что мы, знаете, что можем сделать просто по завершении вебинара. У нас действительно будет опубликована статья, и мы просто в статье чуть подробнее тогда на этот вопрос ответим. Скажите, пожалуйста, еще раз, если мы говорим о том, кто покупает. Вот дома в новостройках, особенно если мы говорим, вы назвали прибрежные регионы. Все-таки, ну, курортный сезон Черногории, он, понятное дело, ограничен. Вот эти дома, это, по сути, для летнего проживания? Покупают ли там сами черногорцы? Живет ли там кто-то круглогодично, по крайней мере, в тех проектах, о которых у нас сегодня идет речь? Про те проекты, про которые мы говорим, эти дома, которые, они абсолютно подходят для круглогодичного проживания и по качеству строительства, и по инфраструктуре, и по их локации. По поводу того, покупают ли черногорцы. Черногорцы, безусловно, покупают, но они покупают именно с инвестиционной точки зрения, чтобы купить на стадии котлован, на стадии строительства, как можно дешевле квартиру небольшой площади, которая будет очень рентабельна. Как правило, рентабельностью больше всего пользуются студии и квартиры с одной спальней. Они очень хорошо сдаются. При этом круглогодично люди могут жить в этих домах. А живут ли? Могут, понятно. Но вот на самом деле ты покупаешь квартиру в таком доме, ну там в баре, в будве, в новостройке. Вероятность того, что зимой ты будешь там один из трех жильцов на 50-квартирном доме. Это, опять же, смотрите, зависит от локации. Если локация хорошая, вот мы сегодня будем говорить про первый наш объект. Он находится в хорошей локации, он находится рядом со школой, он находится рядом с магазинами. То есть это та локация, которая отлично подходит для проживания семьи, например. Или пары людей, которые хотят пережить холодную зиму в более мягком климате. Соответственно, эти квартиры могут сдаваться и в долгосрочном периоде. Есть люди, которые покупают, чтобы наоборот приехать, просто здесь перезимовать. То есть примерно 30% от дома может быть заполняемость, если мы говорим о тех, кто остается здесь на зиму. Окей. Алина, давайте тогда поступим так. Так, у нас еще есть такие два небольших блока вопросов, которые я хотел бы задать, связанные с видом на жительство. Во-первых, в двух словах давайте об этом. Насколько сейчас успешно его получают? Потому что, опять, долгое время по Черногории говорили как про страну, выдающую гражданство. Но покупка недвижимости автоматически позволяет тебе претендовать на вид на жительство. В двух словах давайте об этом. Насколько бюрократически легко или сложно в пандемии сейчас все делать? На самом деле процедура получения вида на жительство, особенно по покупке недвижимости, одна из самых простых. Потому что по покупке недвижимости нужен минимальный пакет документов. В него входит лист непокретности. Это лист о праве собственности, который вы получаете. Нужна справка о несудимости, которую здесь переведут вам с вашего языка на черногорский. Нужна справка из банка. Здесь нужно будет в банке открыть счет и положить туда 3650 евро из расчета 10 евро в день. Получить справку из банка. Потом на следующий день, через два дня деньги можно снять. Местное медицинское страхование на месяц, которое 30 евро вам видит. И, в принципе, оплата такс и пошлин. Оформление ВНЖ и туристическая регистрация. Вы, когда приезжаете в страну, нужно обязательно зарегистрироваться. Неважно, турист вы или постоянно на долгое время остаетесь. Исключая случаи, когда у вас есть ВНЖ. То есть именно вот эта карточка. Срок по времени, вот это оформление именно Боровка, карточки занимает 40 дней. При этом вам не нужно уже выезжать из страны. Визовый режим в Черногории разный для всех. Для россиян вне сезона это 30 дней. В сезон это 90 дней. Поэтому для европейцев и граждан Украины действует 90-180. Поэтому те, кто хотят в стране легально оставаться долго, то оформление ВНЖ – это, в принципе, очень простая процедура за полтора месяца. Правильно ли я понимаю, что у вас должен быть готовый построенный объект? Если объект находится в стадии строительства, то пока он не сдан, на основании его покупки, даже если вы не сделали какой-то первый взнос, вы ВНЖ еще получить не можете. Совершенно верно. Для того, чтобы получить ВНЖ, у вас должен быть лист непокрепности. Это документ о праве собственности с вашей вписанной фамилией и именем. Когда дом находится в стадии строительства, то квартиры находятся на балансе компании, и ниже в перемещаниях указано, кто их покупает, кто будет собственником. Можно получить лист непокрепности примерно где-то за месяц до окончания строительства, когда уже компания, ну, близится, скажем так, к финальному завершению своих работ. Потому что до того, как в дом, пока дом в процессе строительства заключается анекс договор, а не основной договор купли-продажи. Еще пара вопросов. Если удобно, ответьте сейчас. Если неудобно, ответьте уже после завершения вебинара. Я просто еще раз контакты тоже попрошу опубликовать с тем, чтобы можно было связаться напрямую с Алиной или с ее коллегами сразу по завершении вебинара. Если вопрос, ну, там, сколько-нибудь частный. Вопрос вот от нашего зрителя из Фейсбука. Какие условия, если возникнет необходимость продать недвижимость, если вида на жительство нет у человека? Есть ли тут какие-то трудности? Нужно ли иметь счет в банке Черногории или не обязательно? Никаких трудностей абсолютно нет. Иностранцы при покупке и при продаже недвижимости в Черногории не должны открывать в банке счет. То есть и при покупке, и при продаже, скажем так, банковские переводы могут производиться с банковских счетов в вашей стране. Условно говоря, если вы покупаете, у вас открыт банковский счет в своей стране, вы перечисляете своего банковского счета, не нужно специально в Черногории открывать счета. Да и, в принципе, сейчас с этим здесь есть определенные нюансы и сложности без оснований. И также при продаже. Вам не нужно открывать счет в банке, чтобы получить деньги на Черногорский счет. Вам могут также спокойно перечислить средства на ваш банковский счет в вашей стране. Это по поводу первого вопроса. По поводу документов. Это все очень тоже просто. Для продажи вам, в принципе, нужен ваш загранпаспорт. Если вы находитесь в браке, то согласие супруга на то, что... Либо личное присутствие, либо нотариальное согласие, что у вас супруг не возражает, или супруга, насчет того, что вы продаете недвижимость. Если вы не находитесь в браке, то, соответственно, подтверждение. И должны быть оплачены налоги и счета. То есть электричество, вода, вывоз мусора. В принципе, по бюрократическим вещам это все. То есть лист непокрепности нотариус сам берет в Кастре. Еще. Возможно ли открыть счет в банке Черногории с туристической визой для граждан России? Туристической визы, во-первых, в Черногории нет. Черногория без визы, порядка, 30 дней. То есть это просто туристическая регистрация. С открытием счетов сейчас стало гораздо сложнее, потому что банковская система меняется, становится более похожа на европейскую. И сейчас банковские счета открывают либо для получения вида на жительство, либо если есть недвижимость, то есть тоже как подтверждение, чтобы аккумулировать средства на банковском счете. Либо есть один банк, который позволяет открыть иностранцам счет. Но это вот у нас только один такой лайфхак есть. Если вдруг кому будет интересно, пусть связываются мы расходами. Контакты опубликовали, пожалуйста, да, обращайтесь с таким вопросом. И вопрос еще пришел. Сколько стоит оплата всех документов для покупки квартиры? Как бы вы оценили побочные расходы? Ну, там, предположим, квартира там стоит 50 тысяч евро. Что дополнительно потребуется? По поводу оплаты, какие есть дополнительные расходы. При покупке недвижимости покупатель оплачивает услуги нотариуса. Стоимость услуг нотариуса зависит пропорционально от стоимости покупаемой недвижимости. То есть тарифная сетка, там, до... Разбивка есть, там, до 50, до 80 тысяч. Но, в общем, я, в общем, в совокупности скажу, да, по нашему опыту. Также оплачиваются услуги судебного переводчика. Это лицензированный переводчик, который будет осуществлять синхронный перевод нотариуса с черногорского на ваш язык. То есть в зависимости от того, какой там у вас паспорт на какой языке говорить. Русский, немецкий, английский. Ну, то есть есть переводчики разных языков. И также вам может понадобиться перевод договора. Так как договор осуществляется на черногорском языке, чтобы иметь силу в нашей стране, то у вас в банке, допустим, в России могут затребовать договор на русском языке для подтверждения перевода средств. То есть это также может быть расход. Перевод осуществляется также судебным переводчиком. Так, судебного переводчика русского языка 15 евро страницы договора. Договор в среднем от 7 до 10 страниц. То есть нехитрая математика, где-то в районе 105 евро. Пережить можно, да. Да, час судебного переводчика от 35 евро, в зависимости тоже от языка. Есть языки, которые 50 берут. То есть я по нашему опыту закладывала бы где-то в районе 500-700 евро на оформление. Ну, вот просто разбег такой. Кроме того, если мы говорим о покупке новостройки, то этим ограничивается все. Если мы говорим о покупке вторичной недвижимости, в Черногории есть налог на оборот недвижимости. Он составляет 3% стоимости недвижимости, который платится покупателям. Поэтому в новостройках эта опция опущена, потому что налог платится непосредственно застройщикам. А если мы говорим про вторичку, то уже нужно плюсовать еще будет 3%, которые нужно заплатить в течение 14 дней в общине. Смотрите, еще пара вопросов. Прошу прощения, у нас есть небольшой сбой. Не все вопросы появляются в чате, но я их вижу, поэтому просто так вот задавать. Как оформить себя как ИП для сдачи в аренду квартиры? Какие документы для этого нужны? По этому поводу есть специальное в общине отделение, которое занимается непосредственно регистрацией объектов, которые будут сдаваться. Скажу честно, как у нас на данный момент ситуация на рынке происходит. Очень много объектов сдается в черную. Ну вот так, чтобы пойти, зарегистрировать и сдавать. Ну то есть крайне редко кто делает. В основном это делают либо дома с апартаментами, мини-отели, то есть там, где очень большой пассажиропоток, скажем так, да, то есть где очень легко прийти с проверкой и, ага, ребята, вы работаете, вы сдаете, у вас незарегистрированные апартаменты. Те, кто сдают квартиры и апартаменты в частном порядке, то есть крайне редко кто это делает, потому что квартиры сдаются, как правило, через крупные площадки, там, booking, Airbnb, и, в принципе, найти кто собственник на этих площадках, ну, практически нереально, и поэтому, ну, приезжают гости, заезжают. То есть именно если мы говорим про такую более-менее частную сдачу, да, небольших объектов, то это все делается, скажем так, в черную. А по правильному, конечно, нужно прийти в общину, зарегистрировать каждое койко-место и, ну, в общем, в зависимости от этого платить налог. Окей, и смотрите, еще такой вопрос, просто все никак мы к объектам не перейдем, но вот уже вот-вот переходим к предложениям. Те деньги, которые платишь за новостройку до завершения строительства, они резергируются у застройщика, как в России, или застройщик может их использовать? То есть, ну, вот эта вот история со скроу-счетами до сдачи дома в эксплуатацию. Вот вы заплатили, где физически находятся эти деньги? Застройщик в Черногории их сам использует уже, или они просто, ну, там, лежат, скажем, на банковском счету, или где-то еще по практике? В Черногории пока что нет такого понятия, как эскроу-счет, да, допустим, в отличие от тех же Соединенных Штатов. И у нас процедура оплаты гораздо более простая. Как я сказала, уже можно с одного банковского счета на другой перевести. Поэтому действительно застройщик может пользоваться этими деньгами, если оплата идет сразу на счет нотариуса. То есть, опять же, все прописано в договоре. О, прошу прощения, на счет застройщика. Да, на счет застройщика. Это также все прописывается в нотариальном договоре. И, в принципе, ну, то есть, да, эти деньги могут быть в обороте. Окей, Алина, давайте теперь в двух словах говорим о арендных перспективах, о возврате инвестиций. Вот попрошу у вас прокомментировать немного этот слайд. Если человек приобретает недвижимость не только для собственного проживания, но и для заработка, пожалуйста. Да, как я уже упоминала сегодня, что лучше всего активнее сдаются квартиры с маленькими площадями. Это студии и квартиры с одной спальней. Собственно говоря, то, что нужно туристам, чтобы приехать и комфортно провести время. При грамотной стратегии возврат инвестиций может достигать 10%. То есть, в среднем это, конечно, от 5 до 10%. В зависимости, опять же, от стратегии продвижения. Что такое стратегия продвижения? Это учитывается, где расположен объект, какая у него близость к морю, что у него с окружением. Собственно говоря, есть ли у него вид на море или нет. Вот вся совокупность вот этих факторов, как объект презентуется на рынке. Есть ли у него... Это обычный такой рядовой апартамент, или у него есть какое-то там дизайнерское решение, элементы хомстейджинга. Ну, то есть, все от этого, опять же, зависит успешность и, соответственно, ценовая политика сдачи. По поводу того, как можно сдавать. То есть, есть люди, которые самостоятельно занимаются сдачей, ведут аккаунты и каким-то образом. То есть, ну, как правило, это те, кто проживают здесь. Здесь же и живут, ну, понятно, да. А те, кто покупают именно с точки зрения инвестиций и уезжают, то есть, то здесь уже вступает в игру такой нюанс, как доверительное управление. То есть, можно отдать недвижимость в управление компанией, в том числе нам. Но, допустим, после... Сколько вы за это берете, сразу вопрос? По договору доверительного управления там прописываются все нюансы в зависимости от, скажем так, фронта работ, что, как правило, ну, входит. У нас, допустим, есть пул апартаментов на первой линии в курортном поселке Добрые Воды. Там у нас по договоренности там собственник ведет букинг, но вообще по правильному введению букинга, R&B, разработка рекламной стратегии продвижения. Это полностью принимающая сторона, процедура чек-ин, чек-аут, вопрос с туристической регистрацией гостей. Это оплата, допустим, коммунальных счетов, то есть комплектование апартаментов там все вплоть от постельного белья до ложек, там, не знаю, зонтиков возле бассейна, да, то есть это очень широкий спектр услуг, который позволяет избавить собственников от просто лишней головной боли и просто получать доход, как, собственно говоря, они... Давайте тогда так. Так, вот вы, когда берете на себя эту работу, вы где по факту ищите арендаторов? Это в основном вот именно букинг, R&B или какие-то вещи? Нет, у нас, смотрите, у нас очень широкие рекламные площадки, помимо уже, да, указанных вами популярных платформ, это и различные другие платформы по недвижимости, это социальные сети, это наш сайт, который, в принципе, имеет тоже высокую ротацию, и к нам тоже приходят заявки по аренде, то есть это очень широкий спектр услуг, не просто там ведение букинга R&B и сидеть и ждать, когда у вас там дата закроются, а это прям очень такая активная работа. Окей. Смотрите, друзья, много вопросов еще поступило, и я понимаю, что мы, собственно, обязательно постараемся на большую часть из них ответить, давайте мы сейчас все-таки поговорим о конкретных предложениях, тем более в самом начале у нас спрашивали, в том числе и о бюджетных вариантах, а потом обязательно еще к вопросам вернемся, Алина, никуда не исчезает, вы же никуда не исчезаете, только я сегодня исчезаю. Нет, я сегодня с вами. Совсем свободно, прекрасно, это очень приятно. Так, понеслось, рассказывайте тогда про объект, любые уточнения, которые нужны, потом можно задать в частном порядке, но о чем сможете рассказать, рассказывайте. Поехали. Да, смотрите, по-по, мы вернулись к объектам, наконец-то, чем мы к ним подошли, и уже на примере гораздо проще рассказывать, что, где и почему. Первый объект – это один из самых привлекательных вариантов сейчас на рынке, это новостройка в городе Бар, в 150 метрах от моря, как раз-таки вот я уже про нее затрагивала, что он находится рядом со школой, рядом с морем, рядом с магазинами, то есть, в принципе, в окружении всех необходимых инфраструктурных объектов. Там будут располагаться квартиры с одной и спальней студии разных площадей от 35 квадратов студии и там в районе 45 квадратов квартиры с одной и спальней. На данный момент, я вот недавно была на этом объекте, по тому, как проходит строительство, уже залит подземный паркинг, начинается строительство, ну, уже даже непосредственно, и по тому, по поводу тому, когда будет завершен, завершение планируется в декабре следующего года, по, в принципе, по схеме оплате было видно, да, то есть 50% при заключении сделки и 20%, когда уже ключ в руки, и в марте вот эти 30%. Застройщик надежный, он уже построил два дома в баре. Вы видите на слайде, как будет, ну, качество отделки, как это будет, да, то есть кондиционер, ламинат, теплые полы в санузлах, собственно говоря, дома уже есть построены, можно прийти, посмотреть, пощупать, да, когда покупаете. И цены, самое главное, что здесь, это невероятно привлекательные цены, от 47 тысяч за студию, и квартиры с одной спальней от 56 тысяч 300, ну, цены, скажем так, очень доступны, особенно с условиями рассрочки, ну, то есть самое подходящее предложение для инвестиций, учитывая локацию замечательную. То есть прямо... Скажите, пожалуйста, а вот в таком объекте, вот тут какая-то есть общественная территория с каким-то бассейном, с чем-то еще, или, по большому счету, 150 метров до моря, и застройщик такая цена обуславливается в том числе тем, что это просто дом и дом? Это действительно, это просто многоквартирный дом, там планируется два дома на участке, у застройщика уже есть похожий проект, уже два дома готовых рядом, поэтому, в принципе, это просто квартира, которая реально очень близко к морю, вот буквально пять минут. В Черногории, еще раз, ну, я сам, к сожалению, в Черногории не был, мои друзья многие были, но они отмечают, что да, вот этот, скажем, назовем это условно, турецкий стандарт, где огромный комплекс, бассейн, это не совсем черногорская история, здесь скромнее, но прелесть немножко в другом. Хорошо, Валин, давайте смотреть дальше, следующее предложение, на которое вы обращаете внимание, пожалуйста. Да, если первый у нас объект был, это как раз-таки то, что находится на стадии котлована, ну, то есть, скажем так, вот только в начале своего пути и по самым минимальным ценам, то второй объект, он расположен в Баско-Ривьере в городе Сутаморе, это туристический городок, но который в то же время живет круглогодичной жизнью. Из того, что про Сутаморы можно отметить сейчас, то, что там идет полная реконструкция, реконструируют набережную в Сутаморе четыре пляжа расположены, один из которых песчаный, очень большая редкость для Черногории, чтобы на пляже был песок, комфортно с детьми было сидеть, играть. Сутаморы это как раз-таки такой город с хорошей развязкой по движению, то есть, есть и ЖД-сообщение поезда до Белграда, до Подгорицы ходят, и рядом туннель Созина, куда будет выходить новая магистраль. В общем, город развивающийся, и, соответственно, рост цен там будет 100%, учитывая, что там запланировано строительство еще различных отелей. И главная прелесть этого комплекса в том, что он расположен... Давайте вернемся к... А, это он в Тороке, да? Да, в том, что он расположен в совершенно потрясающем районе Заграджи, который просто окружен хвойными деревьями, там потрясающий воздух, из всех квартир открывается вид на море, квартиры с одной спальней, и цены тоже очень приемлемые. Данный объект находится уже на стадии грубых работ, то есть недавно также у нас была экскурсия по этому объекту, уже выложены перегородки и планировки, можно выйти на террасу, террасы, есть квартиры совершенно потрясающие, террасы, и просто вид, от которого, не знаю... Вам нравится, вы бы купили, я так понимаю. Безумно красивый, на Адриатическое море, в окружении зеленых хвойных деревьев, то есть это прям очень здоровская локация для того, чтобы и приезжать отдыхать, и для того, чтобы инвестировать, потому что перспективы развития очень хорошие. И теперь можно... Скажите, а можно уточнить все-таки, вот еще раз по этому комплексу, ну, по крайней мере, на рендере, он совсем небольшой, там, квартир какое-то очень ограниченное количество. Да, да, то есть, смотрите, это такой действительно клубный дом, не побоюсь этого слова, для таких избранных жильцов или вдруг гостей. Делайте себя избранным жильцом, понятно. Да, там на данный момент запланировано 9 квартир, и ценовая политика, да, вот от 60 тысяч до 75 примерно. То есть там все небольшие квартиры? Квартиры от 41,5 квадрат и где-то до 45 квадратов. Вот такая разбивка. По планировке все квартиры с одной спальней. Также есть рассрочка 50% на этапе вхождения в договор, 20% там по договоренности и 30% уже по факту завершения работы. То есть в принципе... То есть в момент, когда вы передаете ключи, вы получаете вот этот документ, который позволяет, ну, и претендовать, например, на ВНЖ, то есть как будто все, вы становитесь по направлению собственного. Окей. И давайте... Да. Да, третий вариант, это уже вариант готового... комплекса, апарт-отеля, вот как раз-таки про что мы говорим с бассейном, с рестораном, с инфраструктурой. Ну, то есть это вот уже, собственно говоря, тот уровень, к которому привыкли искушенные гости Турции и Болгарии. То в Черногории вот он такого толка, но, соответственно, ценовая политика у нас отличается от указанных стран. Это комплекс, расположенный в главной туристической локации Черногории, в Бечичи. Это курортный поселок, который, ну, скажем так, является логичным продолжением города Будвы. Там также хороший пляж, большой, с измельченной галькой, которая практически как песок. Квартиры здесь различных планировок от одной до квартир с трех спальнями. Студии в проекте были, но на данный момент их нету. И, соответственно, если мы переключим на следующий слайд, мы увидим пример квартиры с одной спальней, которая, ну, в районе 40 квадратов, 39 квадратов, если быть точнее. В комплексе, как я уже сказала, есть и бассейны, и ресторан. И, наверное, одна из отличительных черт – это детокс-клиника, которая круглогодично работает. Соответственно, он обуславливает и жизнь, и поток гостей круглогодично, да, за счет вот такого еще и нюанса, что есть такая клиника. И, ну, разбег цен вы уже увидели от 112 тысяч за вот эти 39 квадратов и дальше больше. Соответственно, можно сопоставить, как отличаются цены на квартиры в различных стадиях готовности и в зависимости от различных локаций. Ну, то есть 47, 60 с небольшим. Ну, вы сказали, что у вас всего 4 тысячи объектов, поэтому я думаю, что, ежели эти три по каким-то причинам не подойдут, можно найти что-то другое. В двух словах, пожалуйста, вот, предположим, заинтересовался человек, не готов пока приезжать в Черногорию или на вырод готов? Как в одном и во втором случае правильно решить вопрос с покупкой? Собственно, саму процедуру как организовать сейчас, в текущих условиях? Вот буквально недавно могу сказать, что у нас была дистанционная покупка квартир в комплексе, вот как раз-таки, который был первый, в доме, который был первый вариант. Как мы действуем в этом случае? Если человек не готов приехать, но ему очень все нравится, то мы можем провести видеопоказы, показы онлайн, собственно говоря, показать, рассказать. Ну, как правило, когда дом в стадии котлована, то там дальше рендеров и того, как на данный момент проходит съемка, ну, то есть локация еще может быть, да, то человек, если он готов уже входить в сделку, то просто отправляет данные своего паспорта, отправляет деньги, которые необходимы для заключения сделки. Это какой-то резервант, нужно резервировать как-то сначала объект или сразу должен делать первый вариант. Если человеку нужно подумать, то есть он готов там, не знаю, через месяц, то тогда нужно зарезервировать, то нужно снять объект с продажи, составляется договор о снятии объекта с продажи, вносится резервационный взнос, ну, то есть где-то там в районе тысячи, полутора тысяч евро. И в дальнейшем, ну, то есть мы либо ждем человека, когда человек приезжает на сделку, чтобы подписать, написать сам документ, либо когда он будет готов выйти на сделку. Это вот одна такая процедура. Если человек говорит, я не хочу ничего, да. Не простите, если выйти на сделку, это значит, что он не приезжает, значит, нужна какая-то доверенность на вас или на кого? Да, да, безусловно. Нужно составить у нотариуса доверенность на человека, который будет представить интересы, то есть это может быть как специалист нашего агентства, так и директор нашего агентства. Доверенность отправляется сюда DHL, например. Здесь доверенность переводится на черногорский язык, и с оригиналом доверенности и с черногорским переводом можно идти к нотариусу на сделку. То есть это вот одна такая процедура. Если человек... Деньги, простите, деньги переводятся на счет застройщика или вам в компанию? Нет, деньги переводятся на счет застройщика. Единственное, нам в компанию переводится именно та часть, которая необходима для заключения сделки. То есть это оплата услуг судебного переводчика, перевод доверенности, нотариальные расходы, то есть там какой-то минимальный пакет, условно говоря. То, чтобы в Черногории, сложно еще у нас у нотариусов, даже нет этих банковских терминалов, везде расчет кэшем. Вот, поэтому, чтобы осуществить эту процедуру, собственно говоря, и... Ну, понятно. Так, еще такой вопрос. Хорошо, ну, скажем, объект там стоит, ну, там, 50 тысяч евро. Вы за свои услуги сколько-то берете? Нет. Наши услуги как агентство оплачивает застройщик, ну, то есть как бы в этом плане. По дополнительным расходам, как я говорила, у покупателя только расходы на нотариуса, переводчика и оплата 3%, если это вторичка. После получения права собственности, как можно оценить размер ежемесячных платежей? Имеется в виду коммунальные? Какие будут? Ну, свет, вода, мусор отдельно. Если вот, например, бассейн, ну, и коммуналка, и, может быть, что-то дополнительное. Коммунальные платежи в Черногории, в принципе, как вы уже указали, это вода, электричество, вывоз мусора. В домах, в которых есть управляющая компания, там, консьерж, закрытая территория, ну, то есть там есть непосредственно у застройщика или у компании определенная такса. Здесь разбег очень разный, то есть это все зависит от комплекса, зависит от локации. Здесь вот прям... Ну, смотрите, давайте вот, скажем, вот есть вот этот объект, предположим, который, ну, любой возьмем, давайте вот тот, который стоит, допустим, там 47 тысяч евро, предположим, он уже достроен был бы. На что там, ну, можно ориентироваться? Студия, хотя бы примерно порядок, плюс-минус. Понятное дело, сейчас кто-то много воды льет, кто-то мало, но что? Ну, если мы говорим про коммунальные, то есть в среднем можно сказать, что вода выходит, там, 5 евро на человека. Ну, вот где-то... Если там семья из двух человек, то где-то в районе 10 евро может обходиться. А вот смотрите, вот, например, этот комплекс, о котором вы говорили, вот здесь, например, надо будет платить за бассейн, вот в этом случае дополнительные расходы, связанные уже вот с таким более масштабным управлением. Там суммы прописаны как-то или это тоже... Да, в таких комплексах при покупке уже застройщик, если это, допустим, управляющая компания будет выступать в виде самого застройщика, он же будет осуществлять дальнейшее управление этим комплексом, то тогда застройщик может обозначить уже цену, какая цена может... Какая цена будет по квадратному метру? Если это, допустим, будет в дальнейшем... Застройщик просто построил и будет отдельная управляющая компания, которая будет осуществлять чистоту, там, подъезда, уборки. Но вообще цены разнятся, там, от 50 евроцентов по квадратному метру и вплоть до 10 евро, если это мы говорим про какой-то очень расширенобильный комплекс. Вопрос, если мы говорим, например, об этих комплексах или, может быть, каких-нибудь других, вы сказали о доходности, ну, в хорошем случае, то есть, как бы, если не ошибиться с объектом, если просто все сделать по уму, то 5-10%. Вот 10% – это что? Если мы говорим про грамотное управление недвижимостью с, скажем так, с очень избирательным подходом, дифференцированным, то мы, как специалисты, рекомендуем использовать недвижимость в летний период времени, в сезонное время для краткосрочной аренды, посуточной аренды, при этом, опять же, с дифференцированием цен от высокого сезона, который приходится на июль и август, до ранжирования цен, там, пониже в период мая, июня, сентября, где-то вот так. И для того, чтобы достичь наиболее эффективного, скажем так, возврата инвестиций, зимний период можно рассмотреть для долгосрочной аренды, то есть это аренда на 9 месяцев, да, условно говоря, сентября, например, по май вне сезона. Кому, кто захочет жить в этом месте? Есть ряд людей, которые приезжают просто перезимовать, это могут быть работники сферы IT, которые путешествуют, ну, то есть спрос на квартиры именно вот вне сезона, он есть, и просто, ну, то есть нужно понимать, что это будет немножко, там, другая цена, мы не говорим, да, о том, что это будет прям совсем дешево. Нет, опять же, выстраивается стратегия, что, допустим, помесячная квартира сдается за столько-то, плюс коммунальные услуги, и в летний период она сдается по суточной. Вот именно тогда можно говорить о максимальной доходности объекта. Ну, вот давайте опять скажем на конкретном примере, вот, понятное дело, что сейчас это немножко абстрактная история, потому что комплекс еще не достроен, но просмотрим тот комплекс, о котором вы говорили, вот сейчас давайте я его еще покажу, покажу, с ценой вот 47 тысяч евро. Вот когда мы, предположим, будет достроен? Понятное дело, что близость к пляжу зимой перестанет быть серьезным аргументом, но почему бы не перезимовать, вот, там, на полгода, условно, там, с ноября по март, за какую сумму можно сдавать простейшую такую студию? Ваш, ну, примерные ваши ощущения сейчас? Ну, если мы говорим именно про студии, то мы считаем, что где-то в районе 200 евро плюс коммунальные услуги она может сдаваться. Плюс именно по этой локации, помимо того, что она расположена близко к морю, там еще и вид на море, особенно для людей, которые приезжают зимой к морю, для них это бывает ключевой фактор, чтобы они сидели возле компьютера. Не искупаться, так хоть посмотреть, да? На самом деле, вот, по нашему опыту, очень много, скажем так, IT-кочевников, кто переезжает, ищут квартиры, чтобы обязательно была с видом на море, потому что ребята очень много времени проводят именно в стенах квартиры, и они хотят, чтобы им было максимально комфортно и по работе, и по виду, да, то есть, поэтому вид на море для некоторых прям мастер. Все-таки, кстати, еще разочек, вы уже отвечали на этот вопрос, но все-таки раз, что мы опять заговорили о работе управляющей компании, когда ты нанимаешься какого-то посредника, который за тебя это будет сдавать, сколько он возьмет, ну, скажем, от оборота, вот, и, видимо, от оборота, скорее всего, будет оплата. Вы имеете в... правильно понимаю... Ну, если к вам, я обращаюсь и говорю, дайте... ...дительное управление. Да, вот сдайте вот эту мою квартиру, я ее куплю, и там 9 месяцев в ней жить не буду, ну, по 200 евро, хорошо, давайте по 200. Сколько из этой суммы возьмете себе вы? И что вы... какие услуги вы выполните? По поводу услуг я уже, в принципе, давала такой экскурс, да, если мы говорим про цифры, про цифры, да, от 10 до 20 процентов, это услуги управляющей компании, которая забирает на себя ряд, ну, выполнения работ, да, от, там, поиска клиентов рекламы до, если мы говорим про летний период, уборки, это, кстати, очень важно, потому что уборки в летний период, когда нон-стопом практически идут заселения, чек-вины, чек-ауты, это очень важный нюанс, что у хозяина не болит голова, где ему найти клининг, ну, то есть как быстро подготовить апартаменты, все вот, вот эта вот гибкость и четкий тайм-менеджмент, особенно в летний период, это очень важно, потому что в этом году был просто невероятный спрос на апартаменты, люди ехали из Европы, люди ехали из разных стран, и нельзя было даже снять какой-то даже югославский вариант, почему-то часть апартаментов, видимо, не открылись, ну, то есть, в общем, люди не понимали, какой будет зон, а сезон был очень мощный, и вплоть до того, что негде было даже там забронировать жилье, поэтому вопрос о покупке квартиры в Черногории, как-никак, сейчас актуален. Неожиданный немножко вопрос еще пришел, можно ли организовать пробную ознакомительную зимовку, и сколько это может стоить, то есть, если человек просто хочет приехать и что-то снять, например, через вас, как это правильно сделать? Да без проблем, в принципе, по контактам указанным, да, здесь у нас после вебинара и в статье с нами можно связаться, мы подберем по индивидуальному запросу апартаменты, ну, то есть, обсудим все детали, нюансы бюджет, что важно для того, чтобы приехать, попробовать пожить. В принципе, это очень такой здравый подход, который применяют люди, особенно, когда они потом планируют переехать на ПМЖ, поэтому... Скажите, а вот такой, может быть, частный вопрос, из которого будет понятен вообще объем. Вот условно из, там, 100 человек, которые покупают у вас, там, или с помощью вашей компании, если мы, опять же, говорим о новостройке, какой процент обращается к вам, как к управляющей компании, чтобы сдать потом эту квартиру? Или все-таки, там, большая часть предпочитает жить сама и так далее? Тренд вот такой именно на покупку новостроек с последующей сдачей, он вот начался, скажем так, сравнительно недавно, после того, как люди именно вот этим летом поняли, что это, ну, скажем так, ниша еще не занята. Если до этого бытовало мнение, что и так уже много всего под сдачу, а новостройки все строятся, а их все покупают, ну, то есть, именно это лето показало, что туристический интерес к Черногории, он только растет, и поэтому, если, допустим, мы говорим о том, что было раньше, да, в период пандемии, в какой-то момент, в период пандемии люди стали искать дома. Им хотелось и жить отдельно в домике, приватно, и приезжать на отдых, снять, допустим, своей семьей какой-то домик или виллу, или компанию, да, ну, вот, когда все боялись этого страшного вируса и хотелось быть как-то обособлено, то сейчас тренд, ну, скажем так, дома ищут, но уже все-таки те больше, кто присматривается к ПМЖ, к постоянному проживанию, а именно отдых и инвестиции, они все-таки в квартирах, если мы говорим именно вот такой приемлемый бюджетный диапазон, то есть это наиболее грамотное грамотное и гармоничное стратегия, поэтому... Окей, еще один всякий вопрос, вот Ольга, которая спрашивала про ознакомительную зимовку, хотела бы уточнить, сколько это, опять же, может стоить, ну, опять же, возьмете ли вы что-то за свои услуги и сколько, ну, вот вы назвали цифру в студии, это может стоить там 200 евро, да, ну, какие-то, может быть, цифры еще назовете по стоимости? Ну, смотрите, это зависит от тех апартаментов и квартир и от той локации, где человек планирует проживать, ну, то есть это прям... Такой вопрос, сколько самые дешевые сейчас у вас стоят, сколько самые дорогие стоят, вот, разбросы с того, что вы предлагаете именно в долгосрочную аренду, скажем, хотя бы на полгода? Я понимаю, что сейчас в голове такие цифры трудно держать, но хотя бы порядок. Самые дешевые апартаменты можно найти там от 150 евро в месяц плюс коммунальный, ну, вот если мы говорим про самый там... Это студия где-то, ну, не в самой лучшей локации, да? Это, возможно, апартамент в малоквартирном доме, это может быть, ну, то есть, скажем так, не прям, ну, во-первых, это понимать нужно, что это не новостройка, ну, ни разу, то есть, это либо какой-то старый фонд, либо это апартамент в частном доме, ну, то есть, можно было бы такое. Если мы говорим про там верхнюю границу, то может доходить и до 1000 евро в месяц плюс коммунальные, допустим, две спальни в Будванской ривьере в каком-нибудь хорошем доме или там комплексе, ну, то есть, разбег цен, ну, то есть, сами понимаете, на вкус и цвет у всех фломастеры разные, поэтому я и говорю, что необходимо созвониться, понять, какие моменты по инфраструктуре нужны, важны, как близко нужно море, вид, ну, то есть, из всех этих совокупностей факторов. Магазин. Да, да. Детский, там, не знаю, какие-то развивающие кружки для детей, не обязательно там школа, сад, хотя в Черногории с этим тоже проблем нету, вот, но это тема отдельного разговора. То, в принципе, то есть, без проблем, связывайтесь с нами, и мы с вами просто обсудим это уже более детально, исходя из вашего запроса и бюджета. Так что. Отлично. Давайте, значит, еще есть несколько вопросов, мы на них обязательно ответим, но давайте то, о чем вы сказали, а можно ли, я сказал можно, это будет даже здорово, говорили о новостройках, о квартирах. То предложение, которое у вас появилось буквально вот-вот, и которое вы тоже позиционируете как очень-очень интересное, давайте мы его покажем, что это такое, может быть, кого-то заинтересует именно оно, если я правильно понимаю, это уже и не совсем квартира. Да, смотрите, так как у нас все-таки разговор построен в инвестиционном ключе о том, как грамотно вложить деньги и получить в дальнейшем хороший профит, и вот это предложение, несмотря на то, что это не новостройка, несмотря на то, что это не квартира, оно просто, не знаю, взрывает рынок, потому что цена ниже рыночной, потому что локация и инвестиционный потенциал просто там невероятный, это виллы в комплексе на первой линии в курортном поселке Добрые Воды, которые отлично сдаются, у каждой виллы приватный бассейн, виллы различных планировок от 5 до 7 спален, то есть комфортно могут размещаться там компаний от 10 человек и больше. У этого комплекса есть частный пляж, есть ресторан, то есть, в принципе, эти виллы, это вот как готовый уже бизнес, даже не проект, это просто бизнес-инструмент берешь. А когда они были, простите, построены? Я правильно понимаю, вы сказали, что они уже там какое-то время работают, соответственно, что это? И кто сейчас, это ты покупаешь у частного лица или все еще у застройщика? Нет, это виллы, которые построены 10 лет назад, поэтому, скажем так, уже проверены временем, устоялись, показывают стабильный доход. И да, то есть виллы открыты к продаже от, если не ошибаюсь, частного лица, но при этом, то есть это очень интересное предложение, потому что таких цен на первой линии от там в районе 400 тысяч, там 375 за виллу, которая находится там подальше, там 425, если не ошибаюсь. В общем, это цены просто невероятные для первой линии, и людям очень нравится останавливаться там. Это очень близко находится, ниже атретического пути, то есть и в близкой доступности находится и отель Калампер, и пляж Добрых Вод, несмотря на то, что здесь есть свой частный пляж, да, непосредственно для этого комплекса, то близость вот к отелю, который 4 звезды в Добрых Водах, и Ружеветрова рядышком. Ну, то есть это очень интересное предложение для тех, кто хочет прям вот инвестировать уже интересно. Алина, не могу не спросить, вы просто сказали, что предложение сильно ниже рынка, что на первых линии таких цен нет, там 375, при этом до этого, понятное дело, что принципиально разные объекты, вы говорили о новостройках, которые стоят там все существенно дешевле, 375, и вас саму эта цена удивляет. А какая цена, на ваш взгляд, была бы, ну, логичной по рынку сейчас, если не для цены такого рода объектов? Допустим, я могу сказать, что дисконт на эти виллы составляет 200 тысяч. Ну, то есть раньше они стоили на 200 тысяч дороже, поэтому сейчас это просто срочная продажа, hot sale. И, ну, то есть сравнивать квартиры, которые находятся в 150 метрах от моря, и виллы, которые находятся на первой линии, ну, то есть это совершенно две разные весовые категории. Да, квартиры недорогие, квартиры близко к морю, ну, то есть на равнине, но вилла на первой линии со своим бассейном, со своим приватным пляжем, с паркингом, автоматическими воротами, ну, то есть это все совершенно, ну, то есть из двух разных вселенных, но они и то, и другое отлично подходят для инвестирования, поэтому мы и включили этот момент в презентацию, потому что это очень интересно, и тем более сейчас добрые вводы, ну, то есть интересный курортный тоже район, и если мы говорим про доходности инвестиций, то доход в виллах гораздо выше, чем доход от сдачи квартиры, то есть здесь нужно опять же эти... В процентах имеется в виду или в абсолютных цифрах? В абсолютных-то понятно, или в процентах имеется в виду? Нет, процентное соотношение, оно примерно везде одинаковое, но если мы говорим совокупный доход, то, конечно, то есть виллы издаются немножко другим категориям клиентов, это и другая арендная ставка, это и, если, допустим, у вас квартиру могут заехать на три дня, пожить и уехать, и у вас будет текущий расход, допустим, на те же уборки больше, то виллы компании или семьи снимают, как правило, там 10 дней, 2 недели, то есть это совершенно другой контингент, и опять же, в зависимости от этого и меняется. Друзья, значит, давайте мы сейчас уже через несколько минут будем завершать наш вебинар, но вопросы еще есть, поэтому на них давайте, Алина, все-таки ответим. И, ну, понимая, что контакты как раз обычно хочется звонить сразу после завершения вебинара, я попрошу опубликовать контакты Алины и компании Трейд Голия здесь в чате. Итак, давайте подряд, ну, может быть, не сверху, а с последних вопросов. Работаете ли вы с недвижимостью в районе Херцег-Новио? Да, мы работаем по всему побережью, и в Херцег-Новио у нас также есть предложения, поэтому будем рады подобрать что-то подходящее для вас, поэтому пишите, обращайтесь. Есть ли школы для русскоговорящих в Черногории, и если есть, то где? Есть частные русскоязычные школы, они находятся, допустим, в Идванской ривьере, на Святом Стефани, в Тивати, вообще государственные школы здесь на черногорском языке, но есть русскоязычные дети в классах, ну, то есть, потому что государственные школы бесплатные, частные школы, ну, то есть, это там от 500 евро в месяц, чтобы было понимание, вот. Есть и на побережье, вот, поэтому... По Подгорицу еще спрашивали вначале, занимаетесь ли вы Подгорицей, и какие районы там вы можете порекомендовать, или вы становитесь на побережье? Подгорицы сейчас очень активно расстраиваются, там есть очень много предложений, и в том числе от ведущих черногорских застройщиков, там есть интересный развивающийся район, ну, точнее, даже не то, что развивающий, прям уже готовые районы, допустим, тот же CityQuart, который расположен рядом с торговым центром, район, один из которых, ну, пользуется популярностью под сдачу, и там сейчас также идет активное строительство нескольких очередей, поэтому чисто теоретически, если есть какие-то вопросы, также можно написать по контактам. Можно ли коммунальные платежи оплачивать онлайн, как в Сбербанке, есть ли какая-то программа? Есть приложение «Диджитальный киоск», это приложение, через которого можно оплачивать с помощью карты коммунальные платежи. Но, опять же, если мы говорим по опыту, если квартира, допустим, стоит, в ней никто не живет, обычно собственники платят заранее за обслуживание, допустим, электричества, потому что пользования воды не будет, а электросети берут определенную таксу за обслуживание электросетей, поэтому просто люди понимают, сколько они будут отсутствовать, закидывают на счет на свой, условно говоря, из расхода 5 евро в месяц, на несколько месяцев, и вообще не переживают по этому поводу. Но если, допустим, важно оплачивать именно онлайн, именно из вашей страны, то есть «Диджитальный киоск», можно через него попробовать. Неожиданный вопрос, возможно ли возврат налога, как в России? Ну, в России можно вернуть 13% при покупке, один раз в жизни при покупке недвижимости. Есть ли такое в Черногории? В Черногории покупаем недвижимость мы, как иностранцы, и вообще, в принципе, здесь такой опции нет. Зато вы можете, если продавать квартиру в Черногории, ввозить деньги в Россию, то там никакой процент, там, ну, то есть, как, НДФЛ никакой не платится, потому что вы ввозите, ну, возвращаете капиталы в страну. То есть, по этому поводу тоже не стоит переживать. Окей. Так, ну, смотрите, по Подгорице Николаю мы ответили, вроде более-менее. Давайте тогда в двух словах подведем итог, значит, базовые вещи, о которых мы говорили. Цены растут, вы называете цифру, ну, 30%, ее нельзя определять к какому-то конкретному году, но вот две вещи, которые именно по росту цен я бы обратил внимание. Вы сказали, что рост 30% в цене от момента котлована до постройки, это по-прежнему история реальная. То есть, это где-то полтора года, иногда два года строительства. Плюс вы отметили, что и за последний, ну, там, год-полтора цены на одно и то же, тоже, в общем, выросли, если я о стране не услышал. Да, все верно. Рост цен идет, и, ну, то есть, разные факторы от этого, на это влияют. И как рост стройматериалов, и так повышенный интерес, процесс, и, ну, то есть, то, что объектов на рынке больше сильно не становится. И если мы говорим про инвестирование, мы, на самом деле, не затронули этот момент. Хотелось бы сейчас очень легко его затронуть. Если мы говорим про инвестиции, мы говорили с вами про то, что если купить и перепродать, ну, то есть купить на стороне котлованно перепродать готовое, можно купить и потом оборудовать под дальнейшую арендную сдачу, то остается еще нюанс с реновацией. То есть, когда вы покупаете вторичку, очень красиво ее переупаковываете, ну, соответственно, и там либо перепродаете, либо используете, опять же, для сдачи в аренду. Такой нюанс до сих пор остается. И тоже, если, допустим, интерес есть по вторичной недвижимости, не то, что мы занимаемся только новостройками, да, то по вторичной недвижимости также можем проконсультировать и порастроить стратегию развития. Хорошо. Дальше отдельно пару слов еще раз про вид на жительство. Да, выдается, если мы говорим о новостройке, новостройка должна быть сдана, да. Но вы называли срок в 40, ну, примерно в 40 дней, на полтора месяца занимается сейчас в реальности оформления. Да, это именно количество дней, которые указаны в государстве. То есть и плюс нюанс по виду на жительство, какое есть у нас изменение. Если раньше подавались документы и нужно было потом лично прийти в указанный день, там, ну, плюс-минус, там, несколько дней, максимум недели, а чтобы получить заветную карточку, то сейчас внесли поправку, что карточку по виду на жительство может получить другой человек. Когда подаются документы по ВНЖ, сразу вносится ремарка, кто будет получать. И, соответственно, если вдруг вас не будет в это время в стране, то уполномоченный представитель может забрать вид на жительство, что, соответственно, как бы очень удобно. И тогда, наверное, в заключении, как еще раз напомнить, может быть, кто-то не успел от начала нашего вебинара, как к вам сейчас приезжают, прилетают из России и вообще, что у вас сейчас, как вы встречаете Новый год с точки зрения ковидных ограничений и всего прочего. Черногория по-прежнему остается одной из самых мягких по коронавирусным мерам в Европе, и этим пользуются очень многие европейцы в том числе. Как можно прилететь к нам из России? Из России можно прилететь с пересадкой в Стамбуле. Летают турецкие авиалинии в Подгорицу. Есть возможность, если вдруг кто-то полетит... Это главный аэропорт Стамбула. Если мы говорим про Сабиху-Гюкджен, то оттуда летают Эйр Монтенегра, они летают в Тиват. Ну, то есть нужно просто понимать, стыковочные рейсы искать. Можно прилететь через Белград, через Сербию. Летают из Москвы до Белграда. Из Белграда летают и в Подгорицу, и в Тиват. По нескольку рейсов в день летает Эйр Сербия. И вариант, которым пользуются сейчас люди активно, это австрийские авиалинии с пересадкой в Вене. Не нужен Шенген. Ну, то есть там комфортные пересадки, там вплоть до 40 минут, может быть. Не выходите из транзитной зоны. Тоже очень хорошо пользуются популярностью этот маршрут. И про ограничения, ну, что сейчас у вас, много ли народу, какие тесты, какие анализы. Это всегда интересует, последние полтора года. Мы обычно даже с этого начинаем вебинар, но... У нас для того, чтобы въехать в страну, нужно предъявить одно из доказательств, что у вас есть либо ПЦР-тест, который не старше 72 дней, либо прививка... Ой, 72-х часов, прошу прощения. Прививка. На расхожий вопрос спутник принимают, да, спутник. Все вакцины Черногория принимает. И Синофарм, и спутник, в общем, все добродошли к нам. И также по поводу таких сильных мер, то есть в кафе на террасах можно спокойно сидеть, до 4-х человек за столом, маски в закрытых пространствах, ну, то есть на улице спокойно все ходят, дышат свежим воздухом. Прямо вот из таких драконовских мер я бы не сказала, что у нас что-то... Ну, то есть люди спокойно сейчас ввели постановление, что нужно иметь маски в так называемых явных местах, да, то есть это спортивные центры. Ну, прошу прощения, не только маски, но еще подтверждение, то есть это QR-код в любом случае, либо у вас, если есть прививка, если у вас есть ПЦР-тест. Вот, единственный такой нюанс, что на Новый год концерты отменили, ну, кто знает, как оно будет разворачиваться. Меры у нас пересматривают постоянно, то есть государство мониторит эпидемообстановку, что у нас происходит, собираются на совещание и корректируют меры в зависимости от того, какое количество заболевших, какое количество находится там в больницах. Но, в принципе, ситуация очень мягкая, очень комфортная. Вот недавно люди приехали из Германии, из Америки, говорят, у вас прям потрясающе можно дышать. Окей, и тогда, наверное, последний вопрос. Можете ли вы организовать встречу и трансфер? Да, конечно. Короткий вопрос, короткий ответ. Ну что ж, дорогие друзья, Алина Артемьева, специалист компании TradeGoria из Черногории, поговорили о недвижимости, представили конкретные объекты. Через несколько дней отчет и запись вебинара на Прианру. Контакты в чате у нас опубликованы. Обращайтесь, пожалуйста. Алина, спасибо вам огромное. До встречи. Вам спасибо всем за внимание. Очень было приятно пообщаться. Надеюсь, информация была нужной, полезной. И для каких-то выточняющих деталей связывайтесь с нами по указанным контактам. Мы будем рады помочь, прояснить разные нюансы. Отлично, спасибо огромное. Ну и на странице Прианру и Ивент информация о ближайших наших вебинарах. Будет вебинар на следующей неделе по Таиланду. Открывается, слава богу, и азиатское направление. И у нас еще скоро будет, скоро-скоро-скоро-скоро-скоро будет большой новогодний рождественский вебинар, где мы поговорим о самых-самых разных странах, подведем итоги года, но на него регистрация пока еще не открыта. Скоро будет. Алина, спасибо огромное. До встречи. Всем всего доброго, всем хорошего дня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова